Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы успеть покушать, потому что мы должны были сегодня типа в Свияжский храм ехать Но на самом деле нифига не так, мы записались на среду, сегодня вторник Как так получилось, непонятно. Мы пришли, говорим, мы на экскурсию. Так, вы мне не нужны, вас сегодня нет, вы завтра. Вот так вот. Все планы нам поломали на сегодня, мы не знаем, что сегодня делать. Купили экскурсию на 2 часа в Старо-Татарскую Слободу. Старо-Татарскую Слободу. Че это такое? Это район у них самый старый в городе. Там самая первая мечеть построена каменная. Там коровки ходят? Нет. Жаль. Ну, в общем, подрубим, наверное, где-нибудь часа в 2. А пока опростовала Селеса. О! Капитализм проникает даже в храмы. Вот самая главная достопримечательность. Автомат с едой. Да, переплочи. Минуты полторы мы поднимаемся. Это не страшная катерина. Надо еще подняться. Ну вот. Мы нашли. Немножко открою, а то... Сейчас я переключу камеру, чтобы вы посмотрели. Вот видочек под сниму. Глядит, как Кёнигсберг. Вон, Кремлин. Че, по деньгам смеешь? А? По деньгам ты мишу? Да, в общем, тут самое такое козырное место. Вон, куда нас смотреть. Делается это вот с такого автомата, который работает за наличность. А наличности у нас нет. О, есть. 100 рублей. Че, будем смотреть целых 3 минуты? Будем смотреть целых 3 минуты будем смотреть. Ребята, ща посмотрим 3 минуты и расскажем. Так как мы в православном храме, тут что-то подкручено и виднеются только православные храмы. А мечеть? Нет, на мечеть наводишь, там такая сеточка появляется. Вот, например, ух ты. Че там? Вау. Че там? Круто. Чего? Да там какой-то школьник. Готовится на спуск вниз. Затягивает все пояски, все ремни. Потому что спуск на самом деле запускал, ну, не правильно, только и твой. Так, Екатерина выдвинулась первой, а мы на подстраховочке сзади. В колокольчик я позвонил, меня наругали. Сказали, не имею права. Нельзя? Нельзя. Потому что они по часам звонят. И определенное количество раз я так... Все, и весь город проснулся из-за меня. Я тоже так считаю, я тоже так считаю. Где ваше хваленое казанское гостеприимство? Подошли, короче, к музею нашего предка. Где он? Дальше? Да, вот он. Это мой прапрапрадед. А, вам не видно. Ну, тут написано Васильева. То есть это музей Константина Васильева. Очень знаменитый был художник. Получается, в конце 19 века. То есть занимался, Екатерина, как это называется, постмодернизмом? Нет? Он былинные писал картины. А, былинные картины, по мифам. Так былинные или по мифам? Ну, былинные мифы, это одно и то. В общем, у нас как бы, ну, типа, родственник родственникам. Но что-то платить за это неохота. Сейчас мы будем пытаться пройти на правах, так сказать, ну, родственникам. Сейчас вот у меня паспорт с собой. Видите? Я кто? Я Васильев. Я покажу. Меня должны пропустить, так сказать, как, ну, к родственнику. Вот, на прием получается. Вот. Все. Будем пробовать. А, нужно что-то оплачивать? Да. Сейчас я вам придет и звоню. А если я дальний родственник? Наташа. Вот, правда. Накажем. Ладно, хорошо, Натасе покажем. Здравствуйте. Здравствуйте. А если я дальний родственник? Очень хорошо. Двойная оплата. Двойная оплата? Не любят здесь дальних родственников. Это автопортрет, оказывается. Это тоже автопортрет. Да. Молодой Путин. Ну, это все видели. Знаменитый дом. Портрет Маршала Жукова. Очень красиво. Из Вархаммера 40 тысяч. Просто какой-то воин. Это комплимент. Это круто. Это мне пришло? Да, да. Нет, это король Фридриха. Красиво. Гибель викинга. Гибель викинга. Яркие цвета. Тупо сокол. Мне нравится подпись у него. Лева. КВ. Как в книжках старых. Это волхвы прям. Дальше, конечно, надо подъехать. Мне сказали. Блин, какой-то. Аля, этот мороз. Что написано? Ну, как древнерусский, кто знает. Константинополь в огне. Точнее, 1928. Я считаю, понятно. А, вот это был эскиз вот этого человека с филином. Ну, да, видно, что как бы незаконченный. Но, блин, оригинал вот этот мне очень нравится. Который он закончил. Она еще такая здоровая. Тут два с лишним метра, наверное. Это очень красиво. Как будто вглубь картины можно попасть. Угу. Клево. Ладно, понял. Следующий зал. О, тупо Россия в одной картине. Часовня. Блин, так свет пробивается. Клево. Это его, типа, личные вещи. Я так понимаю. Патефон какой-то. Центрифуга с ракетой. Смотрю записку. Если мои картины не нужны отечеству, то все мое творчество следует признать неудавшимся. Да некрасиво. Ты чего не переживай? Нашествие. Это же... Это тематика великой отечественной. Ух. Паратика, по-первых. Клевая. Ну и финишна. Маршал Жуков. Прощание, Славянки. 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 Насколько в 42-м родился автор. То есть, наверное, в войну-то не застал в осознанном возрасте, но написано очень клево. Вот мне понравился парад 41-го, ну и Георгий Жуков, понятно, самая знаменитая картина его. Ну что, сходили мы в музей моего предка. Не факт, что он не твой предок. Сейчас, подожди. Приятно удивлён. Екатерина, что-нибудь скажете? Понравилось ей, значит. Не, в принципе, прикольно, клёво, здорово. Очень живые полотна. Ну, наверное, потому что недавно нарисованы. То есть, если они нарисованы в 60-х, это же недавно получалось? Так, я вас как эксперты спрашиваю. А, нет. Что нет? Не, ну картины довольно свежи, конечно, по временам, если сравнивать с каким-нибудь, не знаю, да Винчи или Рафаэлем. Ну, всё равно, они уже несколько десятков лет вот так и всё. 70 летом. Не надо. Меньше. Неправильно посчитать. Но при этом они выглядят просто бомбически. Подтверждаю. Ну, а то путь, а то путь, а то путь, а то путь. Ладно, мы пойдём на дискотеку слушать музыку, зажигать. День попозже по-другому. По местной Макдональдс. Ща попробуем, скажем. Вон наш готовец стоит. Ну, ща затестим. Кистый бургер. Эчпачмаки маленькие. Чаёчек. Ща затестим. А, в смысле, блин, поел, короче. От этой еды чуть-то не стал тотальной. Ну, чё я могу сказать. Кистый бургер ваш. Вкусная штука. Взял ещё десертик. Какой-то белковый, непонятный, супер сладенький. Типа просто сливка с торта. Это десерт такой. Клёвая штука. Эчпачмаки, которые фри. Типа это, короче, маленькие такие беляшики. Их вот так вот они фритюрницы делают. У них аж мясо лопается. Мясо лопается. Мясо лопается. Да, мясо вылазит. Ну, не очень, конечно. Вкусно, но очень супер. А вот костебургер клёвая штука. Всем советую. То есть, если бы рядом стоял Мак, и вот это костебургерное, я бы, когда заходил в Мак, я чуть-чуть задумывался. Вот. Настолько вкусно. Наш автобус. Сейчас на нём поедем на прогулочку. Старой татарской свободе. Очень всё интересно рассказывает. Это индуки? Да, это индуки. И павлины. В индука плюют. Это такая традиция? Да. Зачем им плюют в индука? Да. Они не дешёвые. Сразу говорю. Поэтому... Ну что ж... Викторский. Да? Да. Вот смотрите, у нас сотный двор здесь. Турки. Это индука плюют. Это индука плюют в Турки. Болевой я, как бы, команда из одного человека, команду сам себе. Я юная. Ну, виды красивые. Екатерина, я вот про вас. Пахнет божественно, как? Водой? Ну, у меня, видимо, нос более чувствует. Если мы перевернемся, это может быть хорошо, потому что, как нам сказали, здесь какие-то сокровища зарыли. Типа это озеро Кабан, 19 метров глубиной, но дно иллистое. И типа там, когда вытаскивали утопленника, вроде как подцепляли какой-то сундук золотишком. Но он сорвался, ну, конечно, типа. Чтобы просто туристы сюда приезжали, такие, все, мы здесь ловим сундуки золотом. Ножки, я вам скажу, работают, будь здоров. Екатерина. Екатерина, вы хотите, а давно поработать? Вот, все. Мы же наслаждаемся, куда ты трогаешься? Я просто, да. Я люблю скорость. Любишь скорость? Давай, давай. Делай. Не-не-не, вставай, вставай. Екатерина любит скорость. Ну, погнали. Ты куда гонишь? Ты куда гонишь? Мать. На машинах своих, на марках гонит, на катамаранах гонит. Черт, нормально я. Матрос без пяти минут, как говорится, уже любит скорость. В Екатеринбурге, конечно, так же. Так же? Наверное. Но там нету такого. Какой высоты архитектуры, так сказать. Там машинки столкнулись. И четыре женщины вокруг. То есть они стоят на месте и вот так вот делают карусель, короче, развлекаются. Ладно, поплыли мы на встречу в горизонт. Всего доброго, все вкусные крысы. До новых встреч. Третий сусский мы плывем в Екатеринбурге. По меридиану получается где-то мы в десяти километрах от берега, которого начинали. Еды уже давно нет, но ее и не было. Воды до хрена, в принципе. Но она холодная и воняет. Пить не рекомендую. Что делать, я не знаю. Я, во-первых, один грибок. Вот. На автопилоте Екатерины. Видимо, ножки. Зачем напрягать, когда есть мужчины? Вот наслушалась она, короче, в слободе. Вот, 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 что хочу сказать против ислама. Вы зачем научили женщин, что многоженство можно, если ты их, короче, полностью обеспечишь? Там в чем прикол? Типа четыре жены, если ты одной что-то покупаешь, ты покупаешь каждой из них. То же самое. А я одна, кер. Вот. Офигеть. А тебе нужна эта хрень, которая, как она называлась? Мужской достойцы. Маха. Меха, во, меха. Я хочу меха. Огромного меха. Нет, меха это мое. Да, и назову его гандам. Ты должен мне поднести какой-то подарок. И я выбираю его. А, да, да, да. Вот у них еще прикольная тема. Зовешь женщину, типа, замуж, она такая, машина мне. Клевая. И, типа, пока, типа, ну, не насобираешь, пока не купишь ее, она, типа, такая, не, 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 рано, не, вот, вот. Клевая. А их четыре у него. Это, типа, еще, ладно, четыре жены. У них же у кого-то там вообще дохренища будет. Вот так вот. Так что, нагоженство, это такое себе, короче. Ну, это статус. Не, ну, там же, видишь, в чем прикол? Там, типа, ты должен всем одинаково давать. То есть это, по сути, если ты ужинаешь при свечах со своей женщиной, получается, женой, то через час тебе нужно опять, типа, с новой женщиной уже ужинать. Опять при свечах, типа, интимная обстановка, все дела. Поцелуйчики, потом опять. Нет, ты же хочешь индивидуально. Вот у тебя четыре таких индивидуальных обеда, ужина. Рули, пожалуйста. Это не тот рычаг. В общем, вот так вот. В целом клево, но во всем остальном не круто. Вот. Это про что? Да про все. Не, катамаран клевая штука, но хватает на минут десять. Минут десять круто, потом такой, и что, зачем я за час заплатил? Вот пойти в бар, это на всю жизнь. Согласны, Катерина? Ну, вот и как ее звать замуж, если она не согласна. Я согласна. Вот, говорю, баржа, это клево. Таким мы выбрались на сушу. Теперь мы снова сухопутные крысы. Больше не морские волки. Сам ты крыса. Ну, это такой удел, такой удел. Сам ты крыса. Вот такой удел. Все, мы теперь гражданские. Нет. Но ты не можешь быть морским волком без корабля. Хотя я похож. Я такой, типа, морской волк. Ну, типа, был бы байкером, я бы, может быть, и назывался русским. Ты болк. Болк? Да. Ладно, хорошо. Идем либо в хипстерское заведение, либо такое крутое абдраганское. Еще не выбрали. Может, в два пойдем. Забег по барам. Да. По всем барам Баумана. Да, останемся в одном, где вкуснее пиво. Где лучший поке в городе. Да все, вот поке, кстати, поке. Это полное разочарование. Я об этом поке мечтал с июля, наверное, да? Просто лучший поке в городе. Это бар-порт какой-то. Как раз мы почему плыли на катамаране. Бар-порт, то есть там въезд только с этого, с озера. И что вы думаете? Заходим на сайт этого бар-порт. 3,8 звезды пишут. Еда говно. А там лучший поке в городе. Получается, поке в этом городе херня полная. Нет. Да как нет? Тя обманули просто. Да блин, как меня нагревали? Давайте пробуем в другом поке. Мне вообще, на самом деле, в принципе, интересно. А если, в принципе, это невкусно? Как это салат? Это тёплый салат? Не, я не хочу знать. Не говори, что это. Это лучший поке в городе. Я хотел попробовать и понять, что вот то, что мне дали, это лучшее в городе. А я сейчас пойду где-то в другом месте попробую. Оно будет невкусно. Почему? И я там ничего, идти и в другое место пробовать, чтобы понять, это в принципе поке невкусный или именно вот там был невкусный. Поэтому нужно пробовать лучший поке в городе. И дома попробуем поке. Да ненавижу я поке, я не люблю поке. Я не знаю, что это. Это тёплый салат салат. Да не знаю, хочу я знать. Ну ты всю романтику портишь. Это тёплый романтика и спорта. Почему ты её замуж за спортом? А где мой тёплый поке? Лучший в городе. Ну пошли в варпорт. Потравимся. Я не хочу травиться, я хочу лучше пока в городе. Вот-вот, поэтому вот такая дилемма. В топ-хопе средний чек полторы тысяч. Всё, это решение, идём в топ-хоп. Уже входит в привычку с утра экспедиции, эрудиции и все возможные другие ци. Ну а вечером в Баб, Бар, Рестик. Взяли, как обычно, вишнёвый, типа Крик, но не Крик. Берегись в тёплый? Да, вишнёвый обычно. Вишнёвым нотками всякой горечи что-то было. Вот такой барочек. Тупо топ-хоп. Тупо топ-хоп. Вам хороших выходных, нам хороших детей и заведений. Всё, что на отпуске нам можно, а вам нет. Работайте. Работайте. Следите за здоровьем, за своим сахаром. Стравить, за пульсом можете следить, за весом. За политикой. Да. Но это бессмысленно. Мы за весом не следим. Набрали, наверное, сколько-то. Не знаю, килограмм пять точно. Да. Но это мы с собой привезём в Екатеринбурге. В общем, сходили мы в бар этот топ-хоп, тип-топ, хоп-хоп, в рот, хоп-воп-воп. В общем, да, бургеры нам сожгли. И, ну, типа, не сильно, типа, так, типа, но так как мы профессионалы, объедаться бургерами, мы шарим чуть-чуть. И, так сказать, там было well-well done, если вы понимаете, о чём я. Very well done. Very well done. Просто жёсткий. Пивчик неплохой, но дороговатый для обычного вишнёвого крига. По вкусу он ещё и такой. Скажем так, немного тябаковат. Поэтому мы решили пойти просто в другое заведение. Вот и всё. Будем там пить Ружде Бруссель. Да, Екатерина, ваш любимый Ружде Бруссель. Есть... Ну, пусть будет так. Будем есть мясо. У меня там даже живот из-за них запалил. Ну и да, там неудобно сидеть. То есть это прям как тупо спортбар. Там сидушки с саной. Я уверен, что саные, потому что... Ну, это же спортбар. Фу. А мы хотим диванчик. Ну, всё-таки люди в возрасте. Нам будет диванчик. Да? Да. Всё, идём. Диванчик Ружде Бруссель. Шашлычок. Баранина. Серьёзно, опять бы шашлык есть. А почему нет? Ну, это идём. Да, это идём. Эй, давай, пойдём. Сейчас у нас будет разборчик. Это просто великая удача. Спустя три бара нашли тот, где есть две последние банки Ружде Бруссель. Спасибо. Уже могу сказать, вот это место будет получше, наверное, предыдущих. Потому что называется пятница, а мы смогли, умудрились побыть здесь во вторник. Что-то это говорит. Вот. Екатерине плохо, значит, заведение хорошее. Вот так вот, да? Вот так вот. Обо мне заботишься. Нет, ну тебе же плохо, потому что тебе хорошо, на самом деле. Ну да. Ну вот. Я тошнит. Отлично. Не, ну вообще, не, на самом деле, как пивной, типа, спортбар. Хороший. Недорогой. Пиво клёвое. Много импортного, вкусного и тому подобного. Закуски топовые. А что здесь все стоит? Пиво? Да. Прям жестко много? Да, мы с ним на дисбург. Ну, видимо, много. Он там, это вот, поет коржа. Да? А я думал, это что-то на тюркском. Так вот. А что здесь? Мы вообще пройдем там? Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова